И как нам попытаться воспитываться, чтобы действительно вырастить хороших, женщинам и мужчинам. Но, наверное, для того, чтобы начать говорить на эту тему, можно вспомнить то, что говорят об этом сами дети. Потому что в детском фольклоре, в рубрике, что называется «Говорят дети», можно найти очень много интересов, вещей, касающихся именно вот половой идентификации ребенка, когда ребенок сам осознает себя мальчиком или дядечкой и какие-то определенные проекции на эту семью выстраивает. Ну, например, Женя 2 года. «Мама, а правда, когда я вырасту, я стану дядем?» Сыночек не дядем, а дядей. «Ну да, большой, мужчиной». Рита, 4 года. «Мама, я такая страшная, я даже совсем не похожа на девочку». Вот если бы у меня были бы сережки. На самом деле таких вещей много, и мы понимаем, что наступает такое время, когда дети осознают себя мальчиками или девочками, и, наверное, с этого времени и нам надо начинать их занимать, и как-то их воспитание планировать соответственно в том. И вот прежде чем мы начнем уже непосредственно нашу работу, можно, наверное, нам с вами обозначить, с чем же мы сегодня сможем отсюда уйти. Я понимаю, что кто-то из вас пришел с общими вопросами. Вот есть дочка, есть сын, хочется на эту тему что-то узнать. Кто-то пришел с вопросами частыми. Вот у меня мальчик недостаточно мужественный. Или у меня девочка предпочитает играть в машинке и с мальчиком. А может быть, частично вы сегодня получите ответ на эти вопросы, но не обещаю, что вы получите готовые рецепты. Потому что если мы говорим о воспитании детей, мы должны понять одну простую вещь. Воспитание – это творческий процесс. И мы можем обозначить закономерности. Мы можем обозначить общие магистральные линии. Но готового рецепта на каждый случай жизни выписать невозможно. Какие-то конкретные советы можно давать только общаясь с вами в индивидуальном режиме, в индивидуальных консультациях, общаясь с вашими детьми. Итак, с какого же возраста начинается эта самая половая идентификация? Как вы думаете, какие есть на эту тему мысли? С рождения, с двух лет, с года. На самом деле пол ребёнка, вы знаете, он закладывается биологически в генотипе. Мужской пол определяется XY хромосомами, женский пол X хромосомами. И на самом деле уже при зачатии ребёнка, Господу известно, кто это мальчик-визячик. И вот здесь уже нас может поджидать некая опасность, которая может быть связана с тем, что родители планируют для себя ребёнка определённого Бога. Знаете, это как называется, как говорят, хочешь наслышать Бога, расскажи ему с этой планеты. Да, вот это примерно так. У нас же бывает такое, очень хочу девочку. Или наоборот, очень хочу мальчика. Мы же понимаем, это зависит от вас. Каждый ребёнок это дар Божий. И вот кого тебе восхуддал, тот и есть. Между тем, сейчас, когда время такое, что медицина продвигается вперёд, и УЗИ диагностика, и очень на ранних сроках беременности, многие мамы знают, кто родится, мальчик или девочка. И независимо от того, что иногда бывает, что УЗИ диагностика ошибается, я, например, знаю несколько таких случаев, когда женщина приходит в музей и говорит, ой, у вас однозначно девочка. Вы знаете, редко бывает так хорошо, видно? Вот точно девочка, 100% девочка. Она покупает русленькую одёжку, называет этого ребёночка Настей, там вот Робик. На восьмом месяце приходит в музей и говорит, ой, у вас мальчик, вы же знаете, да? Так хорошо видно, редко бывает так хорошо видно. И рождается Славик. Поэтому да, вот на самом деле такие вещи бывают. Конечно, это легче, когда мы знаем заранее, какого пола ребёнка мы ждём, но не все сейчас ходят на УЗИ мамочки, некоторые считают, что лучше этого не делать. Это личный выбор каждого, но мне кажется очень важным, если мы не знаем пол ребёнка, который у нас должен родиться, нам не стоит совершенно чётко направлять свои ожидания в какой-то очень определённый рост. Тогда нам просто нужно ждать рождения ребёнка и радоваться мальчику или девочке. Потому что детке, конечно, утромный ребёночек, у него не включилось ещё сознание, у него ещё ни разу эта кора больших полушарий головного мозга, но тем не менее он запечатлевает в плане вещей. И если его ждут мальчика, а он девочка, да, она девочка, то в этом плане уже могут происходить на уровне впечатлений, на уровне подсознания закладываются некие поломки восприятия самого себя. Далее, вот ребёнчик родился, ребёнчик родился, вот дочечка или сыночек, всё хорошо. Хорошо, если это совпало с нашими ожиданиями. Хорошо, если наши ожидания не были дифференцированы, нам было всё равно мальчику или девочку. А если мы хотели мальчика, а родилась девочка или наоборот? Вы знаете, немало знают таких случаев, когда женщина, родив, допустим, третью девочку, плачет в роддоме, что же я буду с тобой делать, и говорит ей, да ты же в обносках будешь ходить от своих сестёр, и всё в таком духе. Ну, понятно, потом проходит время, мама начинает просить прощения у этой дочери. Но и ребёнок уже это запечатлел. Он не понял значения маминых слов. Он эмоции. Он поймал эмоции, мне не ждали, мне не хотели. Потому что я какой-то не такой. Хотели мальчика, а я, казалось, и девочка. Поэтому вот эти вещи очень чётко нам надо понимать, чтобы не сломать половую идентификацию ребёнка уже при приходе его любви. Ну вот ребёнчик родился, он у нас растёт, он ещё пока маленький, мы его любим, мы с ним играем, мы наполняем его любовью, и вот наступает такое время, когда мы начинаем задумываться именно о его половой принадлежности, что важно с первых дней. С первых дней важна чистота пространства, в котором растёт ребёнок. Информационная чистота пространства. Маленький ребёнок не должен видеть своих родителей обнажённых. В первую очередь это касается родителей противоположного пола. В западной психологии совсем другие взгляды. В западной психологии, где есть даже такой раздел, как детская сексология, речь идёт о том, что ребёнок должен очень рано видеть обнажённым человека противоположного пола. Поэтому даже рекомендуется вешать перед глазами маленьких детей всевозможные плакаты с изображением обнажённых тел. Ну, не только православная традиция, но и вообще любой здравомыслящий психолог, который работает всё-таки в традиции культурной нашей, славянской, восточной, скажет вам, что это недопустимо, потому что в отношении полов существует тайна. Существует нечто сакральное. И с этой тайны нельзя снимать покров. Мы нанесли огромный вред здоровью нашей нации, когда в годы перестройки вдруг решили, что в СССР есть секс. Вот до этого в СССР секса не было, а теперь вот он появился. Понимаете? И поэтому появились различные книжки для маленьких детей, откуда я взялась, откуда берутся дети и так далее. Где детям дошкольного возраста с картинками описывался процесс зачатия ребёнка, рождения ребёнка. То есть вот этот весь физиологизм открывался ребёнку в очень раннем возрасте. Вот этого сделать категорически нельзя, потому что то, что есть тайна, должно оставаться тайной. Всему своё время, как говорит наш современный замечательный психолог Виктор Иванович Слободчиков, всё, что ни по возрасту, развратно. Поэтому вот здесь совершенно чётко мы должны понимать, что часто ведь родители как рассуждают? Ребёнок ещё маленький, он ничего не понимает. Поэтому папа держит малыша на руках и смотрит в ревик. Или там играет в игрушки в компьютере, а ребёнка укачивает на ручках. А он же маленький, он же ничего не понимает. Он запечатлевает образы. И это страшно, это опасно, потому что нет ещё сознательного фильтра. И все эти образы сразу оказываются в подсознательной сфере нашего ребёнка. Поэтому всё, что касается обнажённого тела, прямо с младенчества, вот ребёнок этого видеть не должен. Далее малыш растёт, и у него начинает проявляться в определённой степени какой-то интерес к своему полу. И на разных этапах он разный. Иногда родители смущаются от того, что маленький ребёнок начинает как-то проделать какие-то манипуляции со своими гениталиями. Если это маленький ребёнок, если это ребёнок в возрасте где-то около полугода, этого бояться не следует. Это не имеет пока никакого отношения к греху и карбуде. Просто ребёнок обнаружил определённую часть своего тела. Чаще это касается мальчика. Он просто обнаружил определённую часть своего тела. Это исследовательский рефлекс, но более того. Но, если мы не понимая этого, начнём ребёнка бить по рукам, именно вот в этом возрасте, фиксировать его на этом, ругать его, то здесь может как раз произойти фиксация. То есть сильное переживание, связанное с этой манипуляцией. Вот таким образом мы можем направить психику ребёнка в ненужное условие. Поэтому в этом случае внимание ребёнка лучше отвлечь, ну и поменьше оставлять его голеньким без штанишек. Далее. Ребёночек растёт и где-то в возрасте полутора-двух лет кто-то, ну вот эти границы, они как бы мобильны, потому что нет каких-то таких вот жёстких градаций. Это средняя характеристика. У кого-то это наступает раньше, у кого-то позже. У кого-то проходит едва замеченным, а у кого-то бурно. Что именно? Ребёнок почему-то пытается раздеваться дома. Вот он снимает штанишки. Мальчик или девочка, без разницы. Родители иногда это повергает в ужас. На самом деле это начало половой идентификации. То есть что происходит? Ребёнок понимает, начинает понимать, что люди разные. Либо он где-то что-то видел, либо он ну как бы пытается себя осознать вообще в своей половой принадлежности, и ему важно получить от родителей одобрение по поводу того, что он нормальный. нормальный, красивый. Это ещё вовсе не демонстрация, это не имеет отношения к бесстыдству, потому что маленький ребёнок абсолютно чист, и стыда он не знает. Как вести себя правильно в этом случае, чтобы не зафиксировать, и чтобы научить того, что этого сделать нельзя. Нужно говорить о том, что ты у нас такая красивая, хорошая, замечательная, или ты у нас хороший, красивый мальчик, но ты же видишь, все люди ходят одетыми. Голенькими никто не ходит, голенькими ходить нельзя, давай, оденешь, анишки. Это нужно делать обязательно спокойно, с любовью, и таким образом ребёнок научается тому, что это сделать нельзя. Но при этом мы должны сами не способствовать таким вещам. То есть, конечно, вот маленькие дети, да, нечистые, не знают, что да, но всё-таки малыша на пляже лучше держать в трусиках или в песочниках каких-то таких в основах. В общем, одевать, закрывать. И вот наступает возраст трёх лет. Наступает возраст трёх лет, это возраст особый, потому что это возраст личностной самоидентификации. Как это происходит? Те, у кого уже есть дети старше трёх, вы сейчас легко это вспомните. До определенного момента ребёнок говорит о себе только в третьем лице. Вот он начинает говорить, строить фразовую речь и говорит о себе в третьем лице. Он говорит Миша пошёл гулять о себе. Это Катина машинка, это Катина кукла. Значит, ребёнок ещё не выделил себя из сообщества других людей. Не произошла индивидуализация. И как только появляется в его речи местоимение «Я» или «Мое», вот здесь уже это отделение произошло. Ребёнок скажет «Я» пошла гулять, это моя кукла. В какое-то время в речи ребёнка третье и первое лицо могут соседствовать, он будет говорить то так, то эдак. процесс начался запущен и когда он окончательно скажет «Я» моё, о чём это говорит? Ребёнок осознал себя как самостоятельного индивидуума. Вот это «Я», а это другие люди. Мы знаем, что с этого момента, как только осознаётся своё «Я», нам приходится уже начинать с этим «Я» бороться в определённых его проявлениях, потому что тут же начинается следом проявление своей воли. ребёнок начинает познавать мир человеческих отношений, требовать то, чего он хочет, разными способами, заявлять то, что он не будет выполнять какие-то наши требования, но дело в том, что человек уже родился в определённой половой принадлежности. Не бывает ни мальчиков и ни девочек. Ребёнок однозначно имеет половую принадлежность с рождения, и поэтому когда происходит личностная самоидентификация, сознание своего «Я» в себя как самостоятельного человечества индивидуума, она происходит сразу с половой принадлежностью. То есть ребёнок осознаёт, «Я девочка, вырасту, буду тётей», «Я мальчик, вырасту, буду дятей». Он уже понял, что весь мир делится на мужчину и женщину. И чётко свою половую принадлежность обозначил. Знаете, вот в доинвестиционной России в аристократических семьях очень чётко это было видно, это обозначалось, это футировалось одеждой дедки. Если вы посмотрите, например, на архив царской семьи, на фотоархив царской семьи, то вы увидите, что царевич Алексей до трёх лет на фотографиях изображён в длинных рубашечках, напоминающих платьице. Вот в спальне ребёночек проснулся, вот рядом царевна, его сестра и он, и они вот в одинаковых длинных рубашечках до трёх лет. Ночная одежда маленьких детей не делилась на мальчиках, мальчиковую и девичью. И до трёх лет ребёнок любого пола мог одеваться в ползуночке. С трёх лет однозначно мальчики никогда не надевали уже таких длинных рубашек, а девочки, соответственно, никогда не надевали штанишки или брючки. Но исключение составляло, что, может, верховая езда уже в взрослом состоянии. Это было на самом деле очень важно. Это то, что мы сейчас утратили абсолютно. Потому что у нас уже не в первом поколении женщины носят брюки как очень удобную одежду. И если мы посмотрим в школах на наших девочек, они уже разучились носить юбку. И когда у нас в школах стали вводить школьную форму, вот я обратила внимание на девчонок начальной школы. Они не умеют вести себя в юбку. Реально. Вот она не понимает, что она в юбке, потому что кроме школы она всегда ходит только в брюках. Она эту юбку готова на голову закинуть, она сидит в этой юбке, но не так, как подавать девочке сидеть в юбке. Поэтому вот об этих вещах нужно думать там раньше, в дошкольном детстве. В дошкольном детстве воспитывать у девочек вот эту самую скромность. И конечно я ну вряд ли в современном мире можно призывать никогда не надевать на девочку брюки. Но мне кажется это было бы хорошо. Потому что женщина, одевшая брюки ощущает себя иначе. Безусловно это выбор каждой из вас. Но женщина, одевшая брюки ощущает себя по-другому. Ощущает себя более независимой. И собственно говоря то, что у нас сейчас так изменилось наша одежда и она приобрела зачастую такие вот признаки как сейчас говорят унисекс то есть одежда универсальная не мужская и не женская. Это связано с тем что у нас у самих во взрослом обществе большие проблемы с ролью мужчины и женщины в семье в обществе. Женщины действительно стали более независимыми. И поэтому они надели брюки уже как последствия. То есть внешнее всегда исправление внутри. Поэтому вот об этом тоже нужно думать что мы хотим для наших дочерей и поэтому их одежда тоже мы должны о ней задумываться заранее. И вот с трех лет уже совершенно однозначно мальчики и девочки осознают себя и нам важно здесь не забывать еще вот о каком важном моменте. Знаете, иногда есть такие вещи когда вот мы хотели мальчику хотели девочку родился мальчик а мы вот ему юбочку наденем бантик на головку завяжем сфотографированы мы посмотрим какая была бы красивая девочка. На самом деле это встречается чаще чем вы думаете. Я сталкивалась с этим не единожды. Но к сожалению у меня не было возможности отследить судьбу от этих детей дальше. Дай Бог чтобы кроме этого момента больше их ничем не сломали но эти моменты не безобидны. Это надо понимать они не безобидны и ребенок все запечатлевает. Следующий важный этап возрастной это будет семь лет. Семь лет происходит полуролевая идентификация точнее к семи годам она заканчивается. Что это такое? Своя половая принадлежность давно осознанна теперь осознается социальная роль свойственная своему полу. Поэтому где-то лет с четырех можно заметить что мальчики становятся ближе к папе и больше тянутся к папе и больше интересуются мальчиковыми игрушками различными папинами видами деятельности просят гости забивать и так далее а девочки становятся маленькими в брожюлькой им хочется надеть мамины туфли мамины бусики пока мама не видит они залезают к маминому туалетному столику и расстраивают себя помадой они хотят быть как мама девочки уже начинают задумываться я не хочу эту куфточку я другую хочу мне эта куфточка больше ноги я в этой юбочке в садик не пойду дай мне вот ту она красивая то есть начинает проявляться некая такая женская сущность в норме к этому возрасту четко дифференцированы игры по половому признаку то есть у мальчиков это машинки оружие конструктор и если говорить о играх командных то раньше когда были дворы это была игра в больнику девочки это дочки матери это больничка парикмахерская в общем все что касается женских каких-то проявлений магазин часто поэтому в отношении девочек важно понимать с какими куклами они играют потому что когда девочка качает и пеленает куклу малыша она осваивает роль матери когда девочка играет с Барби у нее есть два пути либо это Барби ее подружка потому что она девочка не может себя ассоциировать с мамой взрослой куклы значит тогда Барби либо ее подружка либо она у этой Барби горничная которая ее там одевает причесывает и так далее то есть здесь мы ломаем роль матери и растим девочек которые никак не склонны к этому дальнейшему поэтому надо очень хорошо понимать с какими именно куклами играть наши девочки что касается мальчиков без оружия не обойтись это нормальное освоение мужской роли другое дело что здесь не должно быть перекос то есть играть в киллера конечно не стоит лучше играть в богатыря который защищает всех от смега орыныча то есть нельзя стрелять в людей даже играя это мы понимаем и вот важный такой момент в этом аспекте в играх в дружках на самом деле сегодня вот эти вот проявления мальчиков и девочек к семи годах уже здорово получат я могу судить об этом по обобщенным результатам входящих мониторингов в первом классе детки приходят в первый класс и сейчас во всех школах в России они в конце сентября начале октября выполняют задания входного мониторинга это такая большая диагностика которая диагностирует уровень готовности ребенка к школе его адаптивный ресурс то есть насколько ребенку легко будет или трудно к школе привыкать это все дело делается централизованно на федеральном уровне все эти тесты потом отправляются в Москву там они обрабатываются и нам присылают уже готовые графики с интерпретацией которые мы можем на родительском собрании показать родителям и подробно их объяснить но там есть такой тест рисунок человека тест этот вообще очень многофакторный и анализировать его можно очень по многим параметрам если проводить индивидуально если проводить его массово анализировать его можно только по одному параметру общее развитие интеллекта и в этом мониторинге вот так и делается дети все сидят за партами им дают лист бумаги карандаши цветные задания нарисуй человека все наукова ребенок рисует так как он хочет и обрабатывается этот тест только с точки зрения общего интеллектуального развития но рисунки остаются у нас их в москву отправлять не надо поэтому мы можем на них посмотреть мы можем их как-то проанализировать увидеть какие-то полевые точки наших деток так вот раньше буквально 3 назад 5 назад в норме девочка 6-7 лет по заданию нарисуй человека рисовала угадайте кого принцессу совершенно верно девочка рисовала принцессу либо веселую девочку вот веселую счастливую девочку с цветами с воздушными шариками нередко с портфелем потому что у нее актуальная жизненная веха она пошла в школу что сейчас встречаются иногда веселые девочки принцессы уже вымирают как класс на параллель их 1-2 не больше кто появляется кто завоевывает пространство наших девочек какие образы это модели на позиуме это странная звезда с микрофоном на сцене это деловая независимая женщина то есть женщина в деловом костюме в туфлях красных на капуках с красным маникюром такая вот бизнес лень вот это образы с которыми девочки ассоциируют себя что у мальчиков все еще более плачевно изредка встречаются воины и футболисты единственный раз в мою практику мне встретился уникальный случай я сказала зачет папе мальчик нарисовал папин портрет ребенок хорошо умел рисовать к этому возрасту он нарисовал просто абсолютный портрет отца портретное сходство физиономическое было там явно заметно сходство что могу сказать рисунки мальчиков очень сильно отличаются от рисунков девочек в плане их вообще исполнения то есть если у девочек чаще встречаются рисунки пластичные именно прорисованная человеческая фигура одетая с деталями одежды с какими-то украшениями то у мальчиков где-то процентов наверное 40 мальчиков с сохранным интеллектом с нормальным интеллектом по заданию нарисует человек нарисует что-то несусветное то есть вот они рисуют на уровне где-то ребенка 3-4 лет чуть ли не головомога и глядя на эти рисунки мы думаем боже мой седьмой лет что мы будем с ним делать смотрим нет ребенок нормально соображает нормальное а представление о себе в этом возрасте у него вот такое есть еще одна опасная тенденция очень опасная тенденция проявляющаяся у мальчиков в последние годы не массово но процентов 10-15 в каждой выборке такого есть а 10-15 это уже не на уровне поврежденности это уже то над чем надо задумываться мальчик рисует мужчину одетого но сверху одежды перерисовывает гениталии и совершенно спокойно стоит это учить то есть нет грани стыда которая к 7 годам уже должна быть это первое и второе видимо есть большие проблемы с осознанием своего мужского принадлежности и вообще своего мужского начала иногда это проявляется не так ярко например это будет будут нарисованы брюки и вот на этих брюках на причинном месте будет застежка большая или там будет прорисована молния которая несколько раз стирается стерка и рисуется заново то есть все равно проявляется акцентуация на генитальный спирт вот эта опасность есть то есть у нас есть некоторые поломки в обществе мы должны это понимать наши дети живут уже далеко не в чистом информационном пространстве как мы можем их от этого обладать вот то что я говорила в самом начале в семье должна быть чистота и тогда если ребенок допустим 5 лет выходит с мамой на улицу и видит на рекламной щите обнаженную или полуобнаженную фигуру соотнося это с жизнью своей семьи он воспринимает это как не норму если он спрашивает то нужно ему напрямую отвечать что вот это нехорошо это реклама плохая она стыдная так нельзя это некрасиво ты видел когда-нибудь чтобы мы с папой так делали так нельзя то есть вот эти вещи ребенку если есть вот этот эталон тогда ребенок на подвижающую грязь будет воспринимать как грязь к сожалению с этим большие проблемы потому что и учителя начальных классов воспитателей детских садов сегодня очень жалуются на то что в детском общении появилось гораздо больше чем раньше вот этой дозволенности на запретные темы то есть дети обзывают друг друга так как мы во взрослом состоянии себе не представляем какие слова они знают и что они говорят дети рассказывают друг другу некоторые вещи они рассуждают об этом то что раньше было темами абсолютно запретными ну потом разные моменты демонстрационные которые периодически бывают в детских коллективах когда там мальчики забежали в девичий туалет там подглядывают это было всегда в детских коллективах но сейчас это становится более массовым и дети меньше скрывают это от взрослых то есть есть некое смещение границ и вот об этом конечно нам надо думать всем и вот эта чистота она закладывается в семье это то что касается в общих чертах чистоты полового воспитания и мальчиков и девочек а теперь мы с вами перейдем к некоторым моментам различий как же все таки воспитывать мальчика как воспитывать девочку итак у нас есть большие листы и сейчас я предлагаю вам такую работу обсудим в группе обсудим в группе напишите пожалуйста да что я вам по одному подискутала обсудим в группе напишите пожалуйста на одном листе идеальный портрет словесный своего взрослого сына на одном листе идеальный портрет своего взрослого сына то есть каким вы хотели бы видеть мужчину вот какого мужчину вы хотели бы вырасти а на другом листе идеальный словесный портрет своей взрослой дочери вот какую женщину вы хотели бы вырасти подумайте пожалуйста и перечислите эти качества напишите так ну что все время чем закончили понятно что это можно еще дополнять но ограничимся вот столько сколько мы написали предполагаю что предполагаю что в первую очередь мы всегда пишем то что первым пришло в голову а первым приходит в голову то что для нас более актуально итак ну начнем анализировать с кого с мальчиком или с девочек с мальчиком совершенно верно с мальчиком потому что во всех сложных ситуациях мужчина должен быть впереди поэтому с мальчиком так и вторую группу пожалуйста посмотрим какими мы хотим видеть наших мальчиков с мальчиком с мальчиком с мальчиком и так мальчик ответственный добрый заботливый смелый честный мужественный благородный волевой честный любящий любящий сильный великодушный верующий целеустремленный умный почитает родителей хороших семья нет вот такого мужчину хочет вырастить добрый ответственный обратите внимание заботливый и здесь на первом месте ответственный добрый заботливый храбрый трудолюбивый верующий самостоятельный честный уважающий мать женщину воспитанный аккуратный щедрый жертвенный трудолюбивый любящий справедливый инициативный скромный мужественный умный давайте давайте выделим здесь некоторые черты знаете интересно поделюсь своим опытом практическим сейчас в некоторых школах в Калининграде внедряется такой предмет нравственная основа семейной жизни 10-11 класс и там есть такая тема мужественность и женственность что мы делаем на этом уроке значит у нас мальчики и девочки отдельно мальчики и девочки в группах сначала пишут собирательный совместный портрет женщины а потом собирательный портрет мужчины то есть получается что девочки пишут свои ожидания по отношению к мужчинам а мальчики пишут тот образ на который они сами ориентированы ну и соответственно тоже по отношению к девочкам и когда мы это сравниваем мы видим какие сумасшедшие у нас есть несоответствия то есть девочки да они хотят видеть в мальчиках и силу и смелость и решительность и самостоятельность и ответственность но они хотят чтоб мужчина был понимающий заботливый ну такая подружка только мужского не понимая зачастую что это не мужские вот для поговорить это подружка редко можно найти мужчину который готов часами разговаривать со своей женой ну просто это не мужское качество а что же касается женских качеств а вот там ребята катастрофа просто значит что происходит мальчики хотят видеть девочек скромными а девочки хотят быть независимыми и иногда даже пишут напрямую такие вещи что мальчишек поверяют в шок вот в одном классе например девочки написали что современная женщина она однозначно сексабильная а мальчишки когда она посмотрела сказали да ты что то есть вот это хорошо что мальчики так отреагировали может быть девочки еще задумываются потому что на самом деле этот перехлест он уже есть я для чего сейчас это рассказ я просто хочу немножко скорректировать ожидания мам в отношении сыновей не нужно растить и сына подружку для своей старости и сына нужно растить мужчину вот это всегда нужно помнить понимаете вот поэтому когда мы говорим заботливый это надо воспитывать обязательно я не говорю что это не мужское качество но нельзя ожидать той заботливости которую может проявить только женщина вот никогда нельзя ожидать этого мальчика в принципе мужское качество мужское качество защитить защитить вот стать стеной быть той спиной за которой можно спрятаться а вот все скипуски сколько у тебя сегодня температура 37,2 или 37,8 ему это не важно это вам важно а мужчине важно жена болеет пойду куплю лекарство понимаете ему дело важно не проявление эмоций а реальное дело а мы поскольку мы сами женщины мы часто от своих сыновей ждем некоторых женских проявлений поэтому очень важно мамам не забывать когда мы растим сыновей что это маленький мальчик и будущий мужчина не наших итак давайте выделим в этих списках некоторые качества которые могут быть характерны не только для будущего мужчины ну например добрый да конечно это важно как для мужчины так и для женщины поэтому мы наверное на этом не будем это общее качество соответственно все подождем вот соответственно все подождем заботливый наверное тоже да заботливый пожалуй да теперь смотрим дальше смелый эмоции яmania миц и честный ued Понятно, благородство тоже, оно и мужское, и женское, но есть нюансы. Волевой, как бы тоже, да, любящий, но это однозначно и мужское, и женское качество, да. Сильный, великодушный тоже, можно подчеркнуть, верующий однозначно и мужское, и женское качество. Сейчас, секунду, простите. Так, значит, далее, целеустремленный, ну, как правило, более мужское, умный, согласитесь, да, качество нужно и мужчине, и женщине, и поэтому, да, вычитающие родители тоже нужно и мужчине, и женщине, хорошей семье нет, тоже, соответственно, нужно и мужчине, и женщине, да. Вот, а вот мне же, мне бы хотелось, знаете, на что обратить внимание, ну, трудолюбие тоже, наверное, нужно, и мужчине, и женщине. А вот мне бы хотелось обратить внимание на такое качество, как скромность у мужчины. Зачем это нужно? Не нужно? Ну, мне кажется, что я бы сказала, молчаливость, наверное, по-моему, сейчас. А, правда? То есть, такой немножко другая. Ну, серьезность и скромность, это действительно разные. Так нужна мужчине скромность? Ну, она просто нужна. А мужское скромность от женской отличается? А чем? А чем? А чем? Скромность скорее выжидательная, а мужская скромность в том, чтобы не испугать порядочную женщину? Ну, если мужчина не скромный, он никогда не найдет себе порядочную жену, только обратно. Вот. Оказывается, разница в мужской и женской, причем не только скромности, в мужском и женском уме, в мужском и женском великодушии, в благородстве, ответственности. То есть, в тех качествах, которые характерны для мужчины и для женщины, все-таки иногда бывает разница. Даже ум мужской и женский разный. Согласитесь, да? То есть, есть качества, которые нужны и мальчикам, и девочкам, но они могут все равно по-разному у них проявляться. Вместе с тем, есть отдельные качества, мы сейчас с вами их обведем, которые целенаправленно нужно воспитывать в мальчиках. Это, конечно же, ответственность, это, безусловно, смелость, это мужественность, это воля, это сила, причем сила духа, не только физическая, но и физическая тоже, это нельзя забывать. Это великодушие, да? Это, вот здесь написано, хороший семьянин, но, наверное, это стремление к созданию семьи. Опять же, ответственность, самостоятельность, уважение к женщине, храбрость, инициатива, мужественность. Вот те качества, которые отличают, явно отличают мальчика, вот, наверное, о них надо поговорить отдельно. Как же их воспитывать? Ну вот, скажите, пожалуйста, как воспитать мальчика? Смелым, сильным, умеющим отстаивать свои интересы, если это необходимо. Как вы думаете, что это может быть? Что для него хорошим примером. Так, совершенно верно. Кто может таким примером быть? Совершенно верно, однозначно, отец. Однозначно, отец, в отсутствие отца нужно искать заменителя. Это может быть дедушка, дядя, старший брат, крестный, духовник, спортивный тренер, в крайнем случае. Но мы совершенно четко понимаем, что если в жизни мальчика нет мужчины, будет большая проблема с его мужским воспитанием. Дело в том, что есть такая большая разница. Девочка воспитывается правилами и нормами. Девочке просто нужно указывать ориентиры на хорошо и плохо, на можно и нельзя. Мальчика так воспитание невозможно. Мальчик воспитывается только в иерархии отношений. Мальчику нужно видеть мужской пример поведения. Правильными и нормами мы его не воспитаем. Поэтому, безусловно, вот здесь мы, безусловно, вышли на это первым пунктом не случайно. Потому что это действительно первый пункт в воспитании мальчика. Пример отца. Но важен не только пример отца. Что еще важно со стороны отца? Не только, чтобы он был и сам был, сам обладал этими качествами. А что еще важно? Чтобы не прибивал к нему правее меня. Чтобы мама его уважала. Вот. Чтобы мама уважала папу. Чтобы мальчик видел правильную мужскую роль в сне. Именно правильную. Хорошо. А вот папа в море по полгода. Что делать? Мама рассказывает про папу. Совершенно верно. Папа должен незримо присутствовать в жизни ребенка. Всегда. Всегда. И не просто фотографии, и не просто телефонные звонки, связь по скайпу. Но и в жизни всегда. Вот ребенок на бедокуре. Мама говорит. Ты что? А что же скажет папа? Причем не по принципу, я все папе расскажу. Вот папа такой бабайка, о котором мы будем все напугать. Нет. А именно. Ты что? Что же скажет папа? На самом деле авторитет отца начинается. Вот кто-то здесь сказал. Важно, чтобы он не прибивал. Авторитет отца начинается с любви. Но эта любовь, она другая. Любовь мама и любовь папа, это разные вещи. Мама это то, что однозначно мое, и я даже не могу сказать почему, вот это мое. А папа это то, что я еще должен заслуживать. Вот в сознании маленького ребенка это так. Знаете, один мой знакомый, вовсе не педагог, не психолог, а просто папа, он вывел такую формулу семейного воспитания. Мама это сися и душа. А папа это коленки и ремень. Вот это очень правильно. Понимаете? Ремень никогда не должен быть в руках мамы. Но если уж мы вынуждены прибегать к ремню, то сначала должны быть папи на коленке. Потому что тогда у ребенка есть представление о любви отца. Вот когда я у папы на коленях, я защищен их всего. Мой папа самый большой, самый главный, самый сильный, самый добрый. И если я делаю что-то не так, то что же скажет папа? Знаете, вот православные психологи, изучая святоотеческое наследие и наставление святых о том, как воспитывать наших чад, некоторые даже дерзают утверждать, что образ Бога формируется у ребенка в детском представлении на основе образа отца. И тогда можно говорить о том, что отношение к отцу это в определенной степени сродни страху Божию. То есть это не страх наказания, не страх, что тебя отнут это в угол поставят. Это страх обидеть любящего отца. Это страх именно, что же скажет папа? Как же я перед папой? Вот мне перед папой будет стоять. Вот это очень важно. Поэтому очень важно, чтобы это понимали мужчины. Потому что вот женщина здесь никак не сможет мужчин сделать. Никак. И вот понимаете, когда мамы, воспитывающие сыновей в одиночку, спрашивают, а что мне делать? Вот как мне заменить папу? Ответ один. Никак. Вы не можете изменить папу по определению. Мама не может стать папой. Более того, если мама пытается это делать, она деформирует мужские качества сына. Потому что волевая, сильная, подавляющая мать, растит сына, который привыкает к женскому угловенцу. Когда он не станет ответственным, самостоятельным, решительным, он привыкнет к тому, что решение за него принимает женщина. А какой жену будет искать такой мальчик, когда вырастет? Такой же, как и у мамы. Подавляющую, сильную, властную. То есть мы растим по каблучу. В этой ситуации. Поэтому здесь вот это очень такой важный момент. Опять расскажу в случае своей практики. Индивидуальная диагностика детей на этапе поступления в школу. Есть такая там методика, сюжетные картинки. Ребенку дается три картинки и задание. Он должен разложить их по порядку, так, чтобы получился рассказ. То есть в данном случае диагностируется умение выстраивать причинно-следственные связи и умение составлять рассказ по картинкам. Последовательность событий. На картинке изображен нехитрый сюжет. Женщина на кухне открывает холодильник, достает сосиски, кладет их в миску. Рядом на табуретке спит кошка. Потом женщина отвлекает ребенок и кошка в это время просыпается и лорует сосиски. Как изображена женщина? На ней длинное, ниже колена, платье, расклешенное. Сверху фарту. На ногах у нее туфли, на каблуках. Ну не на высоких шпитвах, но лодочке. Явно женская улыбка. Правда волосы у нее не длинные, но вьющиеся. То есть там четко видно, что это стрижка, но женская стрижка. Так вот из 20 мальчиков 5 этот персонаж называют дядей. Мальчики, опять же, у них с головой все нормально. И когда я начинаю присматриваться, что же с этими мальчиками не так? У меня резко бросаются глаза, что у них у всех мамы похожи. У этих мальчиков мамы двух типов. Первый тип, это вот то, что я сказала, подавляющая мама, у которой сын под пятой. И второй тип, гипертревожная мама. Мама, которая боится отпустить сына на полшага от себя. Которая в 5 лет кормит его с ложки, в 7 лет завязывает ему штуки. И вот постоянно водит его за ручку. Все время на ним вот так тревожится и трясется. Я сталкивалась с такими мальчиками, это бедные мальчики, они приходят в школу, и за ними ходят мамы. И следовательно, все остальные пацаны над ними сверутся. А мама ему надевает шарфик под курточку, и шарфик сверху на курточку. И мама ему приносит еду в баночке, потому что то, чем кормят в школе, невкусно. Понимаете? То есть вот эта гиперопека материнская, она растет инфантильных мужчин, которые тоже не способны ничего делать сами. И вырастают они такими вот несостоятельными, потому что тревожатся за все. Далее, вот такие вещи, как целеустремленность, самостоятельность, инициативность. Их можно вырастить только в том случае, если мы в ребенка верим. Если мы все время показываем ему вектор его развития и поддерживаем его в этом развитии. Поэтому вот здесь не должно быть другого перехлёстка со стороны папы. Когда папа начинает пытаться доказать ребенку, что ребенок ничего не может. Вот это очень опасная тенденция, когда папа унижает своего ребенка. Это опасно как для девочки, так и для мальчика. Но вот для мальчика, наверное, в этом плане страшнее, потому что тогда он вырастает очень неуверенно по себе. Не могущим постоять за себя. Такие мальчики всегда испытывают проблемы в коллективе сверстников. Понимаете, ведь бьют мальчишки не тех, кто не умеет драться. Бьют мальчишки тех, кто боится. Они это на подсознание чувствуют. Они бьют тех, кто не уверен в себе. Кто не может, вот в ком нет этого мужского начала. Вот такого мальчика, мальчиковый коллектив в начальной школе не принимает. Они не обязательно будут его колотить. Если там хороший классный руководитель, он будет это как-то регулировать. Но этот мальчик будет все равно сборить. Они не будут его принимать всерьез. И сейчас таких мальчиков становится все больше. Мальчики, которые любят его веноки в классе, либо они дружат с девочками в начальной школе. А потому что у этого мальчика женская матрица общения. Вот он с мамой общается, а с папой у него сложилось. И поэтому он хорошо знает, как общаться с девочками. И не понимает, как общаться с мальчиками. Вот эти вещи мне, наверное, важны. Поэтому отец всегда должен поддерживать сына. Отец должен гордиться сыном, когда у него есть какие-то маленькие достижения. И всегда поддерживать его, когда есть какие-то неудачи. Рассказывать о том, что у меня тоже такое было. Я же это пережил, вырос. Теперь я умею делать то, что у тебя все-таки получилось. И ты научишься. Вот это очень важно. Важно никогда не сравнивать мальчика с другими мальчиками. Ты подтягиваешься всего три раза, твой одноклассник Вася целых семь. Ты что, слабак? Это должно быть другого. Раньше ты не умел подтягиваться ни разу. Сейчас ты подтягиваешься три. Этого мало для твоего возраста. Но ты же уже научился три, значит сможешь научиться и десять. Давай будем тренироваться быстро. Вот это вот разница нам очень важна. Вот уважающая мать и женщина такое качество. Скажите, пожалуйста, кто может этому научить сына? Папа. Опять же, только папа. Только папа. Истеричные вопли мамы, почему ты меня не слушаешься, не приводят, как правило, к чему хорошему. То есть это опять же только папа. Поэтому мы должны понимать, что воспитывают не наше нравоучение, не какие-то наши наказания или поощрения, хотя это тоже воспитывает наш образ жизни. Образ жизни семьи, правильная расставленная семейная роль и обязательно включённость отца в воспитание сына. Ну и ещё хочу сейчас обратиться к женщинам. Дорогие женщины, если вам кажется, что ваш супруг слишком жесток с сыном, то никогда не кидайте с него защиту. Лучше поговорить с супругом, когда сын пошёл спать. И договоритесь о каких-то общих делах. Когда мама кидается защищать сына от папы, она рвёт связь, которая свято её рвать нельзя. Даже если папа действительно переднул палку, даже если папу занесло на повороте, об этом нужно разговаривать с папой, когда ребёнок спит, не слышит этого. Авторитет отца ни в коем случае нельзя ронять. У нас акцина. И вот эта вот защита, когда мама пытается от папы защитить ребёнка, это просто рушит мужское начало, вот просто в клочке. То есть этого делать нельзя ни в коем случае. Важный аспект. Смотрите, во многих культурах, во многих культурах, есть такое понимание, что приблизительно с 7 лет мальчик уходит на мужскую половину. Вспоминаем у Пушкина. Сперва мадам за ним ходила, потом месье её сменил. Ребёнок был резок, но был. То есть до определённого возраста у мальчика может быть гувернантка. Приблизительно с 7 лет у него появляется однозначно гувернёр. Мужское. Если женщина растит сына одна, то я бы советовала с 5 класса отдавать его в кадетский код. Это, пожалуй, один из лучших моментов, один из лучших вариантов воспитания мальчика в отсутствии папы в семье. То есть в мужском сообществе, которое научит, выстроит. Но самое главное при этом не трястись над ним, как отрицами дали. Вот отдала, значит доверила. Это трудно. Женщине одной без мужчины всегда трудно вырастить сына, потому что она излишне за него боится и тревожится. Нет рядом мужчины, которые скажут, не беспокойся, всё под контролем. Поэтому в этом плане это трудно. Здесь столько нужно прибегать конечно помощи Божьей, советовый духовника. Это очень важно. Ну что, в принципе, вот, наверное, по мальчикам основное всё, да? Давайте по девочкам. Какой мы хотим видеть нашу взрослую доченьку. Заботливая, добрая, любящая, мудрая, хозяйственная, честная, целомудренная, аккуратная, скромная, Аккуратная, скромная, послушная, воспитанная, трудолюбивая, верующая, женственная и жертвенная, ответственная, добрая, заботливая, милосердная, женственная, хозяйственная, нежная, душевная, терпимая, любящая, умная, материнство, любящая детей и родителей, и скромная. Вот смотрите, у нас как-то портрет мальчика, обратили внимание, получился более расплывчивый. Там было много качеств общих. Портрет девочек у нас получился очень женственный, такой действительно, вот в основном качество присутствует именно женщина. Почему? Потому что в нашей аудитории большинство девочек. Большинство женщин. Ну, на самом деле, конечно, для себя всё очень важно вырастить девочку именно такой. Но, а почему у нас редко сейчас получается? Ответственность и много на нас. Совершенно верно. А почему её много на нас? Потому что мужчины. Потому что мужчины. А потому что, вот смотрите, смотрите, как интересно. Здесь говорят, потому что мужчины не могут, а там говорят, потому что сами всё. Кто прав? Все правы. На самом деле, дорогие сёстры, есть у нас большая беда в России. Инфантильность наших мужчин. Но действительно, это национальная катастрофа. Но мы должны понимать, что мужчины в этом не виноваты. Это действительно национальная катастрофа. Почему так происходит? Давайте посмотрим на историческое развитие нашей страны. Сколько лет подряд у нас были войны, репрессии. Сколько мужчин у нас погибло. Причём каких? Погибали те, кто поднимался в атаку, а не кто отсиживался в тылу. В лагерях погибали те, на кого донесли, а не кто донёс. То есть основу мужского генотипа у нас выпили. В результате, что мы имеем сейчас? Уже не первое поколение мужчин выросло с дефицитом мужского воспитания. Потому что они выращены недостаточно мужественными отцами. Отцами, деды которых погибли, отцы которых погибли на полях в сражении, и воспитаны были эти мальчики одними женщинами. То есть вот там произошли первые поломки. Там произошли первые поломки. И сегодня очень часто можно видеть, при формальном наличии папы в семье его как бы отсутствует. Потому что папа зарабатывает меньше мамы, потому что у него более низкий социальный статус, потому что он никаких решений не принимает, ему так удобно, он ничего сам не может, он у мамы ещё один ребёнок. На её плечах. Поэтому мама вынуждена, вынуждена, вот то, что здесь говорили. Мужчины не могут, а как-то же семью надо сохранять. Мама вынуждена. Но права, и вот женщина там, которая сказала, что мы сами взяли эту красоту. Понимаете, мы её сами взяли. Вот если бы нам хватало мудрости и февронии, наверное, мы бы помогали своим мужьям становиться сильнее. Но это сложнее. Это надо довериться. Это надо, ох, как молиться. Это надо не забывать, что кроме тебя и супруга в семье есть Господь Бог, который управит то, что нам не под силу. И не нужно брать на себя то, что не свойственно нам, по природе данной нам творче. Тогда вопрос, ну а что? Ну вот не может он это отремонтировать. Пусть будет в доме разруха. Нет, не пустя. Надо подвинуть его к этому ремонту, но так, чтобы он думал, что это его инвестиция, что это его желание. Понимаете? На самом деле тоже есть такое простое правило от психологов. Если тебе достался слабый мужчина, у тебя есть два пути. Либо разведи с ним сразу, или не выходи с ним сам. Либо веди себя с ним, как в семье. Любовь в семье. Как в семье. Вот поэтому вот, да, мы должны понимать, что когда наша роль в семье неверна, неправильна, то это деформирует наших детей, как сыновей, так и дочерей. И независимая, самодостаточная женщина, для которой муж, ну вот тяжелый чемодан без ручки, какую девочку она выращивает? Жертвенную, депилирую, нежную? Самостоятельную. Самостоятельную. Вот то, что там написано, наверное, раньше. Понимаете? Мы воспитываем то, что там написано. Совершенно односторожно. Поэтому в этом плане, вот очень важно, мы должны понять, что наше воспитание дочерей, оно опосредовано через наше отношение к нашим супругам. К нашим супругам, к нашим отцам. Это очень важно. То есть к старшему мужчине в семье. На самом деле дети в семье, вот если в семье разнополые дети, они очень быстро ловят вот эту разницу мужской и женской роли, если она правильная у родителей. Опять же пример вот из жизни наших братьев и сестер. Многодетная семья, годовалая девочка сидит в высоком стульчике на кухне, мама варит кашу, приходит трехлетний братик. Девочка плачет. Костик говорит, мама, почему Танечка плачет? А мама спешит кашу свалить. Танечка кушать хочет. Ой, да не знаю, Костик. Мама, ну Танечка плачет, чего она хочет? Да не знаю, каши хочет, видишь, кашу я варю. Нет, ну мама, смотри, ну Танечка плачет и плачет, ну чего она хочет? Да отстань ты от меня, по попе она хочет. Мама, ты что? Там нельзя по попе, она же девочка. То есть вот трехлетний брат, да, он четко понимает, вот его попе можно, но нельзя на девочку. То есть он понимает, что это более хрупкий сосуд, с которым нужно обращаться бережно. Поэтому вот в этом плане там мы должны это тоже понимать. Что же у нас происходит сегодня в нашей системе образования? Требования высокие достаточно, и когда наши дочери идут в школу, мы начинаем усиленно воспитывать у них все вот те качества, зачековые. Понимаете? Это важно. Девочка должна быть целеустымленной, ответственной. Должна быть. Но иногда наш современный мир диктует нам такие условия, при которых мы девочку вот в этом пережимаем. Пережимаем. А если у нее еще и есть образец мамы, которая вот такая, вся самостоятельная, независимая, то вот все эти качества, которые в природе в девочке есть и должны в ней расцвести и раскрыться, они будут подавляться. Они будут подавляться, и дальше, вот что же происходит с мальчиками, если у них вот это не вырастает, и с девочками, если у них вот это не вырастает. Что происходит? Дело в том, что эти качества, они заложены Богом. Они онтологически присущи женщине и мужчине. И если мы их не воспитали, то этот человечек все время будет чувствовать, что ему чего-то не хватает в жизни. Но он будет том, что не хватает ему в других. То есть, будучи недовольным собой и не осознавая этого, он будет вымещать это на своих близких. То есть, неуверенный в себе мужчина всегда будет вымещать это на жене. Слишком самостоятельная женщина будет ввинить в этом мужа, даже если он не виноват. Понимаете, это неизбежно так. Поэтому вот эти вещи, их очень важно не подавить. Как же воспитываются в девочке многие из этих качеств? Знаете, опять же, нужно очень внимательно слушать то, что говорят дети. девочка Маша в пять лет сказала, я пойду учиться шить. Я должна быть работящая. Я же замуж хочу. Понимаете, это важно на самом деле, потому что мы, к сожалению, поздно начинаем приучать своих девочек, своих детей, к домашнему ведению вообще дома. Потому что сегодня у нас быт достаточно механизированно, автоматизирован. Вот когда мое поколение росло, родители вынуждены были привлекать нас к домашнему труду. Потому что не было машинок-автоматов, не было полуфабрикатов таких вот в магазинах. Очереди были за продуктами, это время отрывало у родителей. И так далее, и так подобное. Сейчас это все механизировано, родители меньше времени тратят на быт. И поэтому не всегда мы задумываемся о том, что детей, в принципе, обоих полов, но девочку в первую очередь, нужно вводить в ведение дома. Вот сказка-репка. Вы никогда не обращали внимания? Дед позвал бабку, бабка позвала внучку. Остальные дети? В поле. Конечно. Сын, невестка и внук это самые трудоспособные члены семьи. Они в поле, они на пазвище. А внучка почему дома? Бабушка помогает. Не просто помогает. Она учится у бабушки вести домашнее хозяйство. Она учится быть мамой, хозяйкой, женой. Она учится вести дом. Очень часто приходится слышать от молодых девушек, выходящих замуж, о том, что а я дома-то ничего не делала. А мама-то мне говорила, а ты только учись. Все остальное потом придет, остальному потом научишься. Я знаю девочек, которые, выйдя замуж, макароны сначала мыли, а потом опускали в кастрюлю. Или прибегали на третий день к маме, мама сварит что-нибудь. Я помню, лет, наверное, пять назад мой сын собирался праздновать Новый год в семье сверстников, молодежи. Это им было где-то года по 22. И он начал составлять буквально организационный план вот этого новогоднего вечера. Причем не по принципу, чем что украсть, где елку поставить, кому какие подарки купить, какие продукты закупить, что из них приготовить. Рецепты у меня осталось спрашивать. Женя, подожди. Я, конечно, понимаю, что ты любишь готовить, но у вас там будет пятеро девчонок. Говорит, мама, кроме нажать кнопку на микроволновке, они ничего не умеют. То есть, понимаете, на самом деле это не просто хозяйственный навык. Это деятельность, раскрывающая женские качества. Потому что, когда девочка готовит еду для семьи, это не просто кулинарный навык, это забота. Когда девочка, когда мы посылаем красную шапочку, почему мама послала с пирожками, больной бабушке. Через лес, для опасного. Она что, сама не могла пирожки отместить? Это сострадание, это милосердие, это нежность, это забота. Бабушка же заболела. Понимаете, вот это очень важно. Мы, честно, своих дочерей пережем от каких-то семейных таких неприятностей, вот так бабушка заболела, девочка должна быть в это включена. Девочка должна видеть, как мы заботимся о других, о братиках, о сестричках, о папе, если они заболели, если у них какой-то трудный период в жизни, например, у папы новая работа, он сейчас поздно приходит с работы. Нужно приготовить ужин пораньше и нужно тихо себя вести, чтобы папа пораньше лег спать. Вот мы все вместе это делаем. Все вместе это делаем. Таким образом, девочка воспринимает вот эту семейную обстановку и роль женщины в ней. На самом деле, вот женщина, она должна уметь вокруг себя создавать красоту, уют, тепло. Это творчество, которое должно проявляться у нас в семье. Поэтому это очень важно, когда мы дочерей, к этому рано привлекаем. А если вы обратите внимание на своих девочек, они лет пять лезут вам на всем помогать. Это не только девичье, это вообще нормальное человеческое. В норме до пяти лет ребенок наполняется любовью, и если он наполнен ею достаточно, то с пяти лет у него должна появиться естественная потребность эту любовь отдавать другим. И дочка лезет к маме лепить пирожки не только потому, что ей хочется научиться лепить эти пирожки. Она тоже хочет сделать их для всех. А мы обычно как это воспринимаем, как освоение навыка. посмотрите, какие красивые пирожки испекла наша Танечка. Нет, мы должны по-другому. Танечка сегодня нас накормила. Она для нас испекла пирожки сама. Даже если они кривые, косые, там, если есть все. Танечка для нас. Понимаете? Вот, это очень важно. Это очень важно на самом деле, потому что вот эти вещи, они только так поднимаются все женские качества, которые не обходили. Ну и, наконец, вот то, что касается терпения, душевности, жертвенности. Мы же всегда хотим для наших дочерей лучшей доли. Поэтому мы все время говорим, смотри внимательно, выбирай себе мужа правильно. Вот за такого, за такого, за такого, за такого замуж ходить нельзя. Вопрос, а тогда за кого? Понимаете? На самом деле нужно готовить взрослеющую дочь к роли жены. Потому что очень многие современные девушки у нас сегодня это воспринимают только с позиции потребительства. А потом они пишут друг другу в контакте, настоящий мужчина не пьет, не курит, каждый день дарит цветы, называет тещу мамой, зарабатывает большие деньги и не существует в природе. потому что у них слишком завышенные ожидания. Слишком завышенные ожидания. Есть еще один аспект, достаточно тоже тяжелый, что может поломать отец в жизни дочери. Если отец неуважительно относится к матери, если отношения между мамой и папой поломаны, если папа изменяет маме, девочка об этом знает или догадывается, если папа жесток по отношению к маме, то это очень часто формирует страх перед мужчинами и страх перед будущей семейной жизни. И таким девочкам бывает порой очень трудно выстроить свою семью и мужику. И здесь чаще всего называется это все дело по двум сценариям. Либо она неизбежно выходит замуж за человека с такими же качествами, не разглядит как вначале. Либо она просто будет сторониться, у нее сформируется качество неуверенности в себе и так далее. Чего категорически не должен делать отец по отношению к дочери? Говорить ей, что она некрасивая. То есть критиковать ее физические данные. Говорить, что она слишком толстая или слишком худая. Но с другой стороны, если папа видит, что девочка как-то одевается, может быть, слишком вызывающе или неправильно, то здесь очень важно это поправить и если это уже взрослеющий подросток, то слово папа будет более весомое, чем слово мамы. Только важно, чтобы папа правильно это сказал. Знаешь, вот та кофточка тебе идет больше, потому что в ней ты действительно выглядишь так красиво, а вот это мне кажется слишком вульгарно. Хорошо. Если это скажет папа, причем не просто сними эту гадость, а вот есть что-то другое, что лучшее. То есть ты вообще хорошая, ты просто вот здесь сейчас ошиблась, не то наделась себя, а вот как-то скорректировалась с любовью. Это очень важно на самом деле. Вот. Ну и далее наступает такой период в жизни наших детей, когда мы уже не все можем сделать в воспитании их мужественности и женственности и вообще в их воспитании. потому что они уходят на страну далече. Они становятся подростками и уже в этом возрасте гораздо большее влияние на них имеет не семья, а группа сверстных. Что мы можем здесь сделать в правильном направлении? Правильно выбрать такую группу сверстных. Потому что заменить ее мы не сможем. ребенку необходима в этом возрасте социализация именно среди своих. И семья никогда не сможет заменить ребенку подростков углу. Почему я говорю правильно выбрать? К сожалению, сегодня в системе образования не так много школ, которые серьезно этим занимаются. Школы сегодня очень сильно озабочены качеством образования в группе игры и врачи вещами. совсем немного образовательных учреждений есть у детей подросткового возраста реальная детская жизнь. Не развлекательная, а наполненная смыслом. Что должны в норме делать подростки вместе? Делать добрые дела. Реальные добрые дела. Для ветеранов, для престарелых, для малышей, просто для всех клубу посадить у себя в школьном твари. для бездомных животных делать добрые дела реально и вместе. В этом они взрослели. Если мы не дадим им возможности вот такого деятельного объединения, они объединятся сами и найдут на какой почве. вспомните лет семь назад что творилось в Ленинграде в плане неформальных различных объединений молодежных суббук. Когда у нас у фонтана на театральном толпами собирался народ раскрашенный, по-всякому так разрисованный, обвешенный всякими разными вещами, потому что в этом возрасте им свойственно замыкаться в своей группировке, атрибутировать ее каким-то образом и закрывать от остальных. И если мы не дадим правильную идею, правильный вектор для объединения, они объединятся сами. Семи лет ребенок становится отроком. Кто такой отрок? О, замечательно. Человек знает Евангелие, потому что именно в Евангелии есть вот этот замечательный отрывок об исцелении отрока. И когда читаем в церкви, слышим на церковно-славянство, иди, се, здрав, есть отрок твой, мы понимаем этот отрок, ну, наверное, это сын сотника, сын подросткового возраста. Берем русский перевод, открываем, а там написано слуга. Да, наверное, подросткового возраста, но слуга. То есть оказывается у слова отрок есть еще одно значение слуга, это педагогическое значение. В этом возрасте от ребенка в определенной степени отреклись. То есть где-то до 7 лет мы его во всем обслуживаем. Стираем, убираем, кормим, а с 7 лет он должен научиться послужить другим. В норме, онтологически так, он должен научиться послужить другим, поэтому он должен стать слугой. И вот это служение подростки обретают, во-первых, в семье, если мы доверяем им какие-то семейные обязанности, не вешаем сверху как тяжелую повинность, именно доверяем. Ты уже большой, мы можем тебе доверить ходить в магазин за хлебом. И тогда это значимо, тогда это для других, тогда это для всех, для моих ближних, а не просто мама заставила. Ну и соответственно в школе, когда мы объединяемся, чтобы сделать доброе дело для других, вот это очень важно. Поэтому нам с вами важно, ну если мы видим, что в школе у ребенка этого нет, нам с вами важно постараться самим создать им такие объединения. В воскресных школах и приходах создать им такие объединения, где дети получат вот эту возможность. Ну и наконец, то, что касается влияния среды. Мы, конечно, много можем говорить о том, как сегодня возвращают детей интернет, телевизор и так далее и тому подобное. Это действительно страшно. страшно, потому что есть очень большая разница в том, как это проявляется в детях. Но наша задача не просто говорить детям о том, что это нельзя, это плохо. Наша задача дать им то, что хорошо. Понимаете? Поэтому нужно стараться наполнить жизнь взрослеющего ребенка, сына или дочери правильными образами. Если вы не хотите, чтобы он читал Гарри Поттера, найдите другую книжку, такую же завлекательную, с приключениями, с преодолением трудностей, вместе с дружбой детской подростковой, найдите такую книжку, почитайте ее вместе с ребенком. Или если все его сверстники читают Гарри Поттера или кого-то другого, сейчас Гарри Поттер немножко отошел на задний план, появляются другие герои, и ребенок тоже к этому приобщается каким-то образом. что делать тогда? А тогда садиться, вникать в это и обсуждать об этом. Не говорить о том нельзя, а садиться и обсуждать вместе все. Сегодняшнее сообщество взрослеющих, старших подростков диктует детям в отношении полов многие вещи, которых хотелось бы избежать. Например, сегодня появляются отношения между мальчиками и девочками еще в школьные годы, они далеко не так целомудренны, как были 20-10 назад. То есть мы в школьных коридорах можем увидеть целующихся старших классов. Они уже не стесняются это делать. И наши дети, которых мы, допустим, дома бережу, тоже видят это в школе. То есть не только на экранах телевизора, там где-то еще, они видят это в школе. Но наверное нам очень важно понимать и может быть даже объяснять это своим взрослеющим юношам, девушкам, своих сыновьян, и пчерям, что потерять силоводрие легко. Но если это происходит слишком рано, то страсти просто потоком плывут в эту жизнь. И очень трудно будет с этим справиться. И очень редко бывает такое, что девочка, рано потерявшая дерзкость, потом становится хорошей женой, хорошей молодцемной. Даже если она этого очень захочет, даже если она попытается остановиться и не пойдет сразу во все тяжкие, все равно это потом появится. Чаще всего это бывает именно так. И здесь конечно нужно говорить об этом не только с девочками, но и с мальчиками. Потому что обычно мы не думаем о том, что мальчики к этому непосредственно причастны. Ну и конечно вот то, что касается того, как одеваются взрослые девочки, мне всегда в этом плане жалко мальчиков. Страшно за девочек и жалко мальчиков. Иногда когда видишь идет 14-летняя девчушка по городу в такой кофточке в низких таких брючках с оголенным животиком и маму рядом за вот у меня вопрос вы свою дочь вывели в таком виде на улице зачем цель какая совершенно очевидно то есть мы иногда этих вещей просто не замечаем на какие образы мы ориентируемся на какие образы мы ориентируемся когда проводим в школах такие вещи как мисс школы конечно мы об этом говорим не только с родственниками мы очень много говорим об этом с учителями мы работаем над этим но вы же понимаете Моисеев один 40 лет попустил и сегодня у нас в нашем сообществе педагогическом очень разные люди естественно с разными взглядами поэтому все сложно и не так просто мы стараемся это делать но не всегда получается поэтому вот наша задача когда ребенок взрослеет девчонка она будет смотреть фильмы про любовь будет какие она безусловно посмотрит то что смотрит ее сверстно она посмотрит 50 оттенков она вам об этом не скажет она посмотрит а вы ей включите алёшкину любовь и рядом посидите и посмотрите и обсудите разницу они же не знают этого других образов они не знают мы только можем их дать поэтому вот в этом плане очень важно если мы хотим уже говорить о воспитании мужественности и женственности уже у юноши и девушек то здесь очень много зависит от того не потеряли ли мы с ними контакт в подростковом возрасте они неизбежно уйдут на страну далечие но если до этого у нас с ними были доверие любовь понимание то они вернутся к нам к нам вернутся и скажут спасибо тебе мама спасибо тебе папа потому что я побывал в своей жизни на мясорубке и устоял в ней и сломался потому что вы в меня заложили правильную ценность и вот когда он это осознает или она в 16 лет тогда с ним можно доверительно говорить в этом возрасте а если не слышит вот если ваш ребенок не слышит вас в 16 в 15 лет значит первое вы как-то не так говорите второе вы чего-то не доверяете это не значит что это уже нельзя исправить можно только можно глубоко вникать и стараться как-то выправить еще один очень важный момент первое детское чувство первая влюбленность родители часто над ней подхихики а это может быть очень глубоко и серьезно и нужно к этому относиться бережно это одна сторона вопроса но есть и другая опять же случай из практики в классе в первом классе комплектуют два мальчика не на жизнь а на жизнь конфликт вышел уже на уровне родителей родители друг друга недовольны но пришлось их приносить в школу одних и других и вместе с педагогами этот конфликт как-то пытаться с ними разбирать знаете какую главную претензию вы сказали родители одни по отношению к другим они сказали вот нашему мальчику нравится вот эта девочка а вот вот этот второй мальчик он на глазах у этой девочки нашего унижает вы же понимаете у него же любовь и вот здесь такой момент понимаете родители пока в этом возрасте не понимают что сейчас эти мальчики они делят эту девочку так же как они делили бы место за партой мячик машины они играют во взрослую жизнь это еще не взрослая жизнь в детском саду они что же друг другу свидание отзачают приходит мальчик из сады я женюсь на верочке когда ну завтра а меня на свадьбу позовешь это игра это модель жизни но очень важно вовремя поймать ту грань когда это уже не игра когда это действительно первое чувство романтическое нежное чистое вот его важно не оскорбить его важно не оскорбить чтобы ребенок вот эту чистоту он чтобы почувствовал чтобы он ее сохранил поэтому вот эти вещи они не вошел в рот ну и еще один момент о котором наверное не хотелось бы говорить но приходится потому что сегодня это уже реальность реальность нашей жизни вот опять вернусь к этому самому курсу нравственной основы семейной жизни когда я его начала только вести в одной из школ где-то после второго занятия ребята поняли что разговор такой неформальный оценки не ставят можно говорить по душам можно задавать разные вопросы они стали меня спрашивать ну некоторые вопросы были такие которые задаются старшеклассники всегда о жизни и смерти об обордах этот вопрос их очень волнует но появился новый вопрос который они озвучивают и озвучивают они не как провокацию а именно в доверительном разговоре потому что они не знают что с этим делать вопрос был такой как правильно относиться к людям не традиционной ориентации потому что да сегодня это реальность нашей жизни они уже с этим сталкиваются они уже это видят поэтому вот в этом плане тоже нам важно правильно расставлять точки на всеми буквами конечно ребенок верующей семье должен знать правильную оценку садовского греха это грех это искажение это тяжелая болезнь которую человек сам не осознает вместе с тем мы понимаем что ребенок может столкнуться с этим в своем сообществе у него может появиться одноклассница или одноклассник вот с этой бедой и здесь очень важно наверное научить ребенка ну то того чему в принципе нужно научить любого ребенка которого мы растим в христианской вере научить разделять грех и грешник то есть вот это однозначно недопустимо это однозначно не просто не норма это такой тяжелый грех который извращает саму природу человека ну ты представляешь как тяжело вот этому человеку самому с этим а если он не осознает этого так это еще хуже то есть он болен не подозревает об этом на самом деле с ними никто об этом не говорит потому что они редко они боятся задавать эти вопросы и скорее всего в хороших семьях они зададут такие вопросы родителям не учителям в школе а родителям я просто вам это озвучиваю чтобы вы были готовы эти вопросы у кого-нибудь повернутся то есть уже дети об этом спрашивают ну вот наверное это такие основные моменты о воспитании мальчиков и девочек но важно наверное сказать еще один еще один факт который ну никогда нельзя опускать и никогда не забывать вот бывает такое что мы воспитываем ребенка с чем-то мы столкнулись хоть в воспитании мужественности женственности а хоть в воспитании каких-то других качеств он стал воли исчезли зашли в тупик он зашли в тупик четко осознаем что не получается не получается вот мой ребенок творит что-то такое что повергает меня в ужас я не знаю что с этим делать не получается ну вот опять же напомним если господь если господь дал нам детей поможет очень много таких случаев описано когда например я никогда не забуду женщина овдовела и осталась одна с пятью сыновьями она всех вырастила достойными людьми когда ее духовник спросил мать а как вообще тебе это удалось она говорит а я их вытолкала у божьей матери вытолкала просто вставала перед их плакала если понимала что я бессильна вот поэтому понимаете вот ощущение родительского всесилия очень опасающе родители никогда не должен чувствовать себя безраздельным пастелином если мы призваны в родительство и господь дал этих чат то они все равно сначала божья это наверное самое важное вот и поэтому вот все вот эти вещи и касающиеся воспитания сыновей без пап и воспитание девочек слишком самостоятельными мамами если мы это осознаем и пытаемся выправлять с молитвой Господь ведет бумагу вот ну на этом наверное закончил и оставим 5-10 минут на вопрос если они есть как относиться к тому что девочка которая учится в начальной школе читает она книги там какие-то свадьбы у нее в голове какие-то уже вот эти женихи какие-то у нее там замужество а дальше это идет что она пишет например записки мальчикам какие-то у нее там сердечки при том что мальчик ему в таком возрасте они как-то не понимают конечно как к этому относиться что делать с дочерью которая уме такие вещи направить это в мирное русло направить это в мирное русло рассказать ей о том как вы познакомились с папой сколько вам тогда было лет больше чем ну вот уже хорошо вот рассказать о том как серьезно это выбор спутника жизни и как нужно себя к этому готовить это вот как-то девочка которая в 5 лет говорила буду учиться шить буду работящая а то меня никто замуж не носит то есть направить девочку на то что это хорошо что ты думаешь о замужестве но вы понимаете она пока думает об этом на уровне игры на уровне игры она моделирует эту реальность ну и конечно поменьше всяких разных сериалов и прочие ерунды драматические я никогда не забуду начались мексиканские сериалы в 90-е годы я работала когда воспитателем детского сада у меня девчонки знаете о чем что-то на тихую часть они обсуждали очередную серию сериалов они говорили я думаю она будет с ним счастлива да нет что ты не может быть он же ее не любит он же вот ту любит другую ну вот разговоры пятилетних девчонок то есть они моделируют ту действительность которой они поэтому значит нужно как-то посмотреть откуда девочка это взяла возможно что одноклассница но это вот нужно попытаться направить в мирное русло поговорить о том что это серьезное что в принципе да что плохого в том что девочка осознает что нужно себя готовить к роли жены и мати просто нужно понять что это серьезное это еще не завтра наступит она же ведь сама понимает начальная школьная понимает что это не завтра наступит она понимает что еще пройдет время да три блин вопроса мальчик и девочек до такого возраста купать совместно Ни до какого. Сразу в рост. Понятно. Дедушка до какого возраста может купать внучку? Ну, пожалуй, до такого возраста, до которого внучка ему это позволяет. Но лучше 3-5, с ним старше. Так, мальчик помогает маме печь печенье. Это нормально? Если это ко дню рождения папы, дедушки, к празднику, то нормально, если это нечасто. Потому что, скажем так, дело не то, если это нечасто. Если наряду с этим есть мужские дела с папой, и они перележут. Если девочки, дети видят, что папа чаще моет посуду и получит от мамы. Тогда все зависит от того, почему это происходит так. И происходит это так всегда или это какой-то период жизни. Ну, вот, например, в моей семье иногда можно увидеть, что муж моет посуду чаще, чем я, если у меня готовится какое-то сумасшедшее мероприятие, и я вот на какой-то период, я выпала. Но тогда дети слышат, что вот папа помогает маме, и их привлекают тогда помочь маме. Потому что мама сейчас очень запружилась. Но мама все равно в этом главная. Вот в посуде главная мама, а папа главный где-то в другом месте. А как влияет на воспитание детей, если в мойке постоянно грязная посуда? Друзно, но тогда можно... Вот дедушка может показать, да это так. Если ребенку уже больше трех лет, и это девочка, да, то тогда дедушка может попросить ее помочь. Помыть посуду. Перебить все посуды. Почему нет? Если дедушка постоит рядом, то не перебьет. Не перебьет. Понимаете? Потому что здесь важно что? Дедушка правильно улавливает, да? Вот уют, чистота, красота в доме формируется обстановкой. Если в доме все время беспорядок, мы не научим девочку убираться постоянно и вот наводить уют. И мальчика не научим, да, но девочку в первую очередь. Поэтому в этом плане вот очень важно, наверное, ну если вот так сложилось, да, то можно это через внучку и компенсировать. Давай помоем. Давай помоем, чтобы было чисто и красиво. Мама не успела, давай помоем. Ну а мама может посмотрит и в следующий раз подумает и как-то слонирует свое время по-другому. А маму не поздно воспитывает? Маму? Наверное, как-то. Понимаете? Мне кажется, вот на самом деле очень хорошо, что у нас сегодня есть дедушка, что дедушка не дает эти вопросы. Ведь мы же не говорили о бабушках и дедушках, да, мы говорили о воспитании мамой, папой, а вы хранят. А вместе с тем, вы не представляете себе, сколько я как психолог, который иногда оказывает консультации, да, консультативная помощь, сколько мне приходится разгребать вот этой вот буквально беды в семьях, когда мама, да, с папой договорились, как вам воспитывать ребенка, а вот с бабушкой договориться. Возможно. Потому что бабушка его облизывает, бабушка его балует, бабушка ему не дает взрослеть и говорит, какие вы родители жестокие. Понимаете? А если мы с бабушкой живем вместе? Да даже если мы не живем вместе, у нас иногда возникают конфликты, а мы же не можем ссориться с бабушкой при внуках. Но это же катастрофа, это же мы ломаем связи семейные. И вот здесь на самом деле такая большая беда, потому что мы утратили то, что должно быть в нужной укладности в многопоколенную семью. Когда старший главный в семье не муж, а отец мужа, то есть дедушка, у тех внуков, о воспитании которых идет речь. И раньше это было так, и это воспринималось нормально, потому что был уклад семьи другого. Если это была семья дворянская, аристократическая, то, как правило, этот вот старший мужчина в семье, он вот был занят в какой-то деятельности, да? Его сын чаще всего имел династийную привязку к этой деятельности, то есть шел по стопам отца, да? Соответственно, невестка входила в этот дом, в те устои, которые в этом доме были, она должна была в него встроиться. И свекровь в данном случае могла ей помочь, да? Вот быстрее принять устои этого дома. И эта иерархия, она была незыблемой. Если это крестьянская семья, там еще все было проще, еще укладнее, потому что занимались деятельностью одной в семье. Все эту деятельность делили, распределяли, и как дед сказал, так и будет. И даже сын молчал, если сказал отец, несмотря на то, что сыну самому там уже под 50. Сейчас это не так. Сейчас дети самостоятельные, они оторваны от родителей, своих уже пожилых родителей, да? И поэтому очень трудно сегодня вот бабушку и дедушку как-то влиять на своих уже взрослых детей. Мне кажется, здесь всегда должна, ну, понимаете, когда есть поломки, а это поломка, вот у травм многопоколенной семьи, это поломка. Когда есть поломки, они исцеляются только любовью. Вот все поломки можно исцелить любовью. Другого способа нет. Вот взяли ребенка из детдома, ребенок под рану, да? Исцелить это можно только любовью. Когда приходят ко мне приемные родители, говорят, она безбожно врет, она врет, потому что она боится, что она плохая, и ее отдадут обратно. Понимаете? Только любовью исцелять. Точно так же и здесь. С любовью к взрослым детям, с любовью к пожилым родителям. Обсуждать эти вопросы. Искать компромиссы. Уважая друг друга. Уважая друг друга, потому что ни родители ни в коей мере не должны подрывать у внуков авторитет бабушки и дедушки. Ни бабушки и дедушки не должны ни в коей мере подрывать у детей авторитет их родителей. Это тоже важно. И если хочется что-то высказать взрослой дочери или взрослому сыну, нужно это делать так, чтобы внуки не слышали. Это тоже очень важно. Потому что на самом деле это важно, это трудно сегодня. Трудно, потому что действительно очень часто бывает искренне жаль бабушек, дедушек, потому что они хотят как лучше. И искренне жаль детей, которые между хохохом, между своими родителями, которых они любят и пытаются почитать, но не могут с ними согласиться в чем-то. И между своими детьми, которые... Да, это трудно. Еще до рождения моих детей я часто замечала, как педагог, такой феномен. Вот у мамы есть дочь и есть сын. При этом мама более бережно, я бы сказала, относится к сыну, как бы его опекают с дочкой, жестче, бескомпромисснее и откровеннее. Со своими детьми замечаю примерно то же самое. Вот почему? Есть такой феномен? Есть. Есть. На самом деле, если бы мы могли периодически переключать свои роли как каналы в телевизоре, было бы все понятно. Вот сейчас я женщина, сейчас я жена, сейчас я соседка, сейчас я мать, сейчас я налогоплательщик, сейчас я учитель, какой-то сотрудник на работе. У нас же это переплетается. У нас это переплетается. Поэтому мы, когда мы мамы, мы же одновременные женщины, у нас есть что-то нереализованное женское в отношении мужа. Какие-то несбывшиеся ожидания, они есть всегда, даже в самой благополучной семье. Мы всегда не идеальны, Господь посылает нас друг к другу, как точильные камни, мы это все понимаем, да. И поэтому всегда есть что-то, что не устраивает меня в мужчине в принципе. И поэтому, или то, что я не додала мужчине в принципе, я пытаюсь это на сына перенести. То есть это мои женские проекции, не материнские. А дочь – это конкурент. Понимаете? Это все равно подсознательно есть, просто нужно в себе это отслеживать, отслеживать и переключать, как некую незрелость. Опять же, вот все, понимаете, психология – это такая штука, которая просто прикладной инструмент. Она вообще не имеет права называться наукой. Потому что психология мыслит себя, как наука о душе, психология, наука о душе. Но она пытается изучить душу, вот знаете, как вынули печень, положили в пробирку, и изучать ее. Что мы можем об этой печени узнать? Мы увидим, как она выглядит, причем мертвая. Как она выглядит живая, мы не увидим в этом случае. Цвет изменит, форму может быть. Мы можем изучить вещества, из которых она состоит, мы можем изучить форму клеток, из которых она состоит, но мы никогда не узнаем, как она работает. Потому что ее мы вынули в пробирку. То же самое происходит с психологией. Психология пытается изучить душу, иногда связывая ее с телом, даже есть такие некоторые области психологии, например, телесно-ориентированная психотерапия. Но вот очень мало есть разделов психологии, которые изучают душу в связи с духом. Понимая, что именно духом душа-то определяется, руководится она именно ей. И поэтому психология это в определенной степени печень в пробирке. Я все время говорю, что не бывает готовых психологических рецептов. Нужно всегда помнить, что над всем этим Господь Бог, и что все целится в эпохе. И по сути дела, когда мы пытаемся копаться даже в каких-то вещах, может быть достаточно вот, например, в вашем примере осознать, это мое несовершенство. Помолюсь приятно. И Господь все управит. Я понимаю, что к сыну надо относиться по-другому, и к дочери по-другому, и буду стараться это делать. И может быть, не очень важно копаться, почему это, где. Вот понимаете, каждый уважающий себя американец каждый месяц откладывает энное количество долларов на посещение своего психотерапевта. Он копается в себе, чтобы выяснить, почему вот это, почему вот то, какая разница, почему. От того, что мы узнаем, когда мы первый раз начали грешить, нам станет легче победить этот грех? Или может просто направить все силы на то, что это грешно, это ужасно, я справиться с этим не могу, я не хочу так жить, справиться с этим я не могу, я буду молиться, чтобы Господь меня от этого уберег, буду внимательнее следить за этим грехом на уровне помыслов, прилогов и так далее, и буду уповать на помощь Божию и прибегать селительной помощи. По сути дела вот примерно это так. Потому что объяснить-то это можно. Вопрос, что с этим делать? А делать с этим тоже, что совсем остальные мы, по сути дела. Да? Сын 3 года, что-то не бабушки, но все-то, что вместе живет, вот, какие-то вдруг возникают ситуации, когда нужно сделать так, как он хочет, он начинает кричать бабу, хочет бабить, и какие-то кривицы. Типичная манипуляция, связанная с тем, что у вас у бабушки разные требования к нему. Бабушка позволяет по всей вероятности ему больше, чем родители. Это ему безусловно нравится. И когда родители начинают требовать что-то такого, что ребенок не хочет делать, он прибегает к бабушке на защите, с надеждой, что бабушке он разрешен. Это вот как раз то, о чем я говорила, нужно искать поправить бабушку. И не случайно это около 3 лет, потому что в 3 года ребенок начинает познавать отношения людей. Вот как где-то с года ребенок познает в мир федерметов, когда ему надо все потрогать, пощупать на зуб, все 200-е открыть, шпильки в бразильнике позасовывать, то, собственно говоря, в 3 года ребенок познает область человеческих отношений. Вот ему говорят, нельзя. Он не знает, как выглядит это нельзя. Знаете, как в том стишке, когда мы перед нами идем уверенностью из всех уголов, так вкусно пахнет, нельзя. Ему везде пахнет, нельзя. Он не знает, что будет, если он переступит через эту нитью. Ему говорят, нельзя. А что будет, если я сделаю? Ну-ка посмотрим. Он начинает экспериментировать. Но это уже предмет другого разговора, вот кризис трех лет, да, вот как обузывать своего ли ребенка, не поломав его личность, а вот нам есть вот этот вектор для возрастания. Это сложный вопрос. Это вопрос капризы ребенка, истерики ребенка. Это тема отдельного разговора. Если она вас требована, мы можем отдельно об этом говорить. В вашем случае однозначно у бабушки просто более лови. а вот если у них возникла ревность при рождении у ребенка, уже два года прошло, и все равно эта ревность есть. Вот как донести до старшего, что мы его, хотя я каждый раз говорю, что любим точно так же, как и наши. Это надо не говорить, а проявлять. И проявляемость, и все равно. Значит, это надо не говорить, а проявлять, это надо, обнимая, беря на ручки маленького, обнимать тут же старшего. это надо терапировать таким образом. Родился малыш, старшему ревнующему нужно рассказывать о том, как он был маленьким. Как его любили, вот там какие-то его вещи детские показать, сохраненные бережно, бирочки из роддома, вот это ты был такой маленький. Смотри, вот эта вот распашонка, она была твоя. Представляешь, что это уже был такой маленький. Как-то до года даже не маленький, ты меньше, он превращал, сейчас больше он немножко не играет, но все равно эта верность есть. Она есть, она будет, потому что, нет, не всегда, но она перерастется. Вы знаете, интересно, в одной книжке я прочитала рассказ многодетной матушки о том, что тоже родился очередной малыш и дочка младшая его не воспринимала. Матушка очень по этому поводу беспокоилась, а эта девочка очень любила, когда ей делали лесороку-ворону. И однажды матушка обнаружила, что она стоит рядом с кроваткой малыша, держит его за ручку, рассматривает его маленькую ладошку и с удивлением говорит, то там можно делать сайоку. То есть она вдруг сделала для себя открытие, что этот малыш живой, такой же, как она, он живой, настоящий. Никогда не забуду, мне рассказывала моя мама, как ей рассказывала, соответственно, ее мама, когда мою маму принесли из роддома, а ее старший брат уже знал, что родилась сестричка, когда первый раз она заплакала, он был очень удивлен, схожил гримасу и сказал, фея, я думала, она бумажная. То есть, оказывается, она настоящая, она живая. Поэтому, на самом деле, нам трудно бывает понять, что чувствует этот вот еще маленький ребенок, когда рождается другой маленький. Это не просто ревность, родители мои, отдайте мне их. Тут вот это восприятие другого ребенка, ведь это же до этого таких малышей не знала она, не знала. Она знала старших людей, а вот таких малышей своих родных не было. И как это вот теперь? Вот он пришел в нашу жизнь, его положили в мою кроватку. Вот, это все достаточно сложно, здесь нужно проявить терпение и максимально показывать, всячески проявлять. игрушки делить и просто рассказывать, знаешь, когда ты была маленькая, вот у тебя была любимая погремушечка, я ее сохранила, ты же теперь уже с погремушечками не играешь? Давай подарим маленькому. А если чуть-чуть с другой стороны две девочки, старшая заботится о младшей, а младшая начала воспринимать это уже как само собой разумеющееся. А разница какая? Три. Нормально. Чтобы она не стала потребителем вот этой две старшей сестры. пройдет еще годика-два и пора будет учить младшую делать что-то для старшей. По секрету подарочек к празднику. Не пойдем купим, а сделаем сами. То есть какие-то приятные, полезные делать вещи для старшей сестры. Для того, чтобы как-то обратное заправить. Примерно с пяти, когда потребность появится. Потребность создавать любому. А вот можно тоже сказать, в стексте. А средняя у меня дочь, у меня сын и две дочери. Вот средняя дочь, у них разница 5,5 лет, с младшей. И вот учитель, она во втором классе, она очень жалуется, что у нее очень поведение, то есть она в нашей семье, она очень такая категоричная, такая цельная на том, скажем так. А в классе учителя вызывает, она просто говорит, она дитё какое-то, она включает, говорит, уровень На ваш вопрос я вам не могу ответить, потому что на него нет ответа лежащего на поверхности. Здесь может быть причин масса, которые можно выявить только при индивидуальном консульте. Это может быть по очень разной причине. По очень разной. И еще вот система наказаний у мальчиков и девочек она же должна она отличается? Система наказаний у мальчиков и девочек отличается только в принципе, что физические наказания для мальчика более допустимы, чем для девочки. Если говорить о наказаниях вообще, то физические наказания нужно рассматривать как самую крайнюю меру. Должно ли это быть публично, что другие дети видели, например, что... Семья поставьте на место ребенка, они тоже, например, видели, что за это бывает. Не как-то там просто завести за угол и наулку нашептать, а чтобы это было видно при людях. Семья? Да, я то, что не на улице. Семья возможно. Семья возможно. что касается наказаний. Понимаете, мы часто задаем вопрос, как сильно наказывать, да, и так далее, и тому подобное, мы упускаем другие. Самое главное, самое важное. За что наказывать? Как это объяснять? И что наказание должно быть неотвратимо в последовательности? Вот если ребенок совершил какой-то плохой поступок, а мы до этого ему уже предупреждали, что так делать нельзя. То есть это должна быть градация. Вот первый раз ребенок совершает дробной поступок, мы ему объясняем, что с ним хорошо. Второй раз он совершает этот поступок, мы ему более строго объясняем, что это нехорошо, и что в следующий раз, если он так сделает, он будет заказан. Если мы это пообещали, значит, если он в следующий раз это сделал, он должен быть заказан, даже если у нас очень хорошее настроение, он должен быть наказан. Но как? Как наказан? Как наказан? Значит, первое наказание для ребенка это ограничение его свободы, потому что ребенку свойственно живое движение, и когда наши предки ставили ребенка в угол, носом в угол, это было очень правильно, потому что это пространство ограничено. Ограниченное пространство, и это ощущение оторвнутости, потому что ты встал в угол, повернулся к нам спиной, ты нас не видишь, но вместе с тем мы от тебя не ушли. Поэтому вот очень важно понимать, нельзя закрывать в туалете в темном, надо вставить в угол. В детском садике раньше такое было, сажали на стульчик, и не разрешали вставать, пока не разрешили. То есть это ограничение свободы. Не работает, допустим. Следующее, решение чего-либо. Решение чего-либо, что для ребенка привлекательно. Сладкого. Причем не сейчас не съешь конфету, а три дня без конфеты. Мультиков, прогулок. Но прогулок, понятно, не так, что там неделю дома без свежего воздуха, разумно. Решение чего-то, что ему хочется. И каждый раз мы предупреждаем, если ты еще раз так поступишь, наказание будет прорисовано. И уже крайний вариант это наказание физическое. Физически советуют, чтобы наказал только папа. Потому что ремень в руках мамы, в руках папы ребенок воспринимает по-разному. Ремень в руках папы означает, я делаю что-то не так. Ремень в руках мамы означает, мама меня больше не любит. Чувствуете разницу? Мама с ремнем... Ну вот, нет. Нет. Если ребенок маленький, и он просто вот, ну, что-то делает, как нам кажется, назло, на самом деле не назло, он просто проверяет нашу реакцию, можно ли его вот шлепнуть по мягкому месту? Можно, если вы не в ярости. Если вы не готовы отшвырнуть его, как котенка, да, чтобы он понял, за что он получил. И шлеплых, лучше сказать, за что. Если же мы отшлепали в ярости, когда уже он нас выиграл, мы орем на него и кидаем на нас, он не понимает, за что. Понимает только одно, меня сейчас ненавидят и уничтожают. Он не понимает, за что. Наказания не должны быть очень жестокими. То есть мы должны совершенно четко понимать, что ребенок чувствует в этом случае. То есть варианты, когда вот ты пойдешь подтошить и будешь там полчаса состоять. Вот это уже издевательство. Понимаете? Это издевательство, потому что в этом случае ребенок чувствует, что вы не найдете. То есть наказание оно должно быть с любовью. А до какого возраста можно попе? Ну, по попе девочке. Тайме нельзя по попе, она с детьми. Девочку по попе в среднем где-то лет наверное до 7-8. А взрослые дочери? Да. Взрослые дочери? Попе? Не знаю. Знаете, мне трудно сказать. У меня, к сожалению, рано умер папа и мне трудно соотнести это с собой. Как бы я бы отнеслась к тому, если бы вот папа, говорит, меня вот просто не знаю. Можно еще? Остается только за волосы? А если за волосы, я бы сразу ушла, наверное. Да. Это еще и в третий раз не подога. После физического. После физического, значит, наказывается не так. Не за то, да? Значит, нет, значит, наказывается не так, значит, не доходит. Не доходит. Или есть у него какой-то мотив, не тот, который вы видите. Понимаете? Вот, например, если это воровство, мелкое воровство в семье, это может быть патологическая наклонность, связанная с поломками антологической сферы. И ребенок каждый раз будет в этом каяться, честно. Честно будет за это переживать, плакать и даже болеть от этого. Но будет свежать-то с ног. Вот, если это вот так патологически повторяется, то есть вы видите, что есть расхайни. Реально есть расхайни, не наигранное. И он совершает этот поступок снова, значит, есть какая-то проблема вещества, которую надо решать, не просто наказание, но лучше надо решать. Вот, еще можно? Угу. Вот как вы считаете, правильный тезис, пусть детей воспитывают родители, а дедушки и бабушки их должны видеть. А воспитывают пусть родители? Этот тезис можно расценить по-разному. Ведь если дедушки и бабушки в свое время, будучи родителями, правильно воспитали своих детей, то эти дети смогут правильно воспитать внуков. И дедушкам и бабушкам просто пора признать, что дети стали взрослыми, им можно доверить воспитанию и в детей. Мне кажется, вот это было бы, наверное, правильно. С другой стороны, нельзя полностью устранять бабушку и дедушку от воспитания внуков, потому что у бабушек и дедушек это естественная жизненная потребность. человеку, уудренный жизненным опытом, просто по природе своей, ему надо кого-то учить и выставлять, он на старт. Без этого ничего не сделаешь. И в этом плане родители должны пребывать к внукам правильное отношение к бабушкам и дедушкам, как самым старшим членам семьи, которых надо слушать. Поэтому здесь вот тоже несколько раз вопросов. Продолжение. Если бабушка и дедушка статистически отказываются с ним общаться, только потому что мы не хотим увидеть, потому что он вредный, он непослушный, он тут. Ну вот, где такой? Он плохой. На этот вопрос я тоже вам не могу ответить. Причем ребенок очень скучает. Я понимаю. На этот вопрос я тоже вам не могу ответить. Я могу сказать вам только, что это неправильно. Чем ребенку какие-то? Я могу сказать вам только, что это неправильно. Почему так получилось? Почему так сформировалось? Это только в индивидуальном причине может быть. Ну а что ребенку в это время объяснять? Пока ему 5 лет, пока ему 5 лет, может быть даже врать, что бабушка очень занята. То есть просто, что занята и поэтому не поедет. Да, чтобы вот как-то вот, ну и располагать его к бабушке. Учить его делать что-то хорошее для бабушки, нарисовать рисунок и бабушке отвести, то есть пытаться растопить бабушку. на сердце. Ну это мы делаем. А все остальное это индивидуальные вещи, потому что, ну согласитесь, это такие щадящие, выходящие. это, да, да. Я больше волнуют, как объяснить. Ну объяснить, пока щадящими методами. Был вопрос. мальчик, 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 который работает, естественно, начинает быть родители, тут же от пола получают задачи, все прекращается. Все. Девочка, когда работают, нападают только на маму. Поделать маму. Дать в даче, девочка плачет, через несколько часов полна нападает. Демонстративно сказать, мне очень больно и отойти вот на расстоянии, да, как только щипаю и любью, мама уходит. Два месяца маму уходит. Понятно. Четко нужно понять, что это не агрессия. Ребенок полтора лет бьет других членов семьи только потому, что не понимает, что они живы. Она делает тук-тук и делает щип-щип. Да, да. Да, так и делает. Тук-тук и щип-щип. Поэтому терпеливо, два месяца, три месяца, полгода, год, терпеливо объяснять, больно, плакать, вот, при необходимости щипать или тук-тук а сиё, в разуме он прийти. Она плачет. Ну, папа плачет, а тут же пожалеете. Пожалеете и скажите, что видишь, тебе же больно и мне больно. Но вы должны быть готовы к тому, что это будет долго. Это может быть двух лет до трёх и это нормально. А у разных детей по-разному есть дети, у которых в принципе это не проявляется, а есть у которых проявляется. Меня два года кусала и щипала младшая сестра. Я ходила в синяках. Мама её наказывала очень жестоко за это. Когда мама её наказывала, мне её всегда было жалко. Ну, слава богу, сейчас у нас хорошие отношения с младшей сестрой. два года она меня кусала, причём именно меня. Старшую сестру не трогала. Маму не трогала. Вот меня тогда. Когда доча только маму считает. Да? Потому что это самый близкий человек. У нас тоже, вот у нас с младшей сестрой были отношения ближе, чем у меня со старшей или у неё со старшей. У нас были отношения в детстве вообще. Мы друг без друга не могли и друг с другом не могли. Мы табуретками двери разбивали, мы дрались друг с другом, мы любили друг друга безумно. Вот. И вот самого близкого, да, она щипала и кусала. Точно так же и здесь. Да. Мамочка, она моя. Если она моя, я могу с ней сделать всё, что угодно. Она же моя. Она игрушечная. Так что это нормально, просто терпелива в том же духе. Ну что, наверное, уже все устали, пора нам разбегаться.